есть такой кейс один предприниматель поехал в другую страну неважно какую страну и у него там деловая встреча с представителями совсем другой национальности и даже другой касты и встречаясь с ними он вышел и стал горячо сердца надо же какие идиоты просто вообще не понимают что я пытаюсь до них донести и как-то вообще кивают страны отвечают странно все делают странно вот тут возникает ключевой вопрос как быть понятыми другими и как понять других это серьезная и общая проблема всех у меня за тоже был какой-то катастрофический случай меня пригласили к принцессе власти в Таиланде как очень почетного гостя я приехала и с большим трудом случайно выяснилось что на самом деле это похороны потому что у буддистов не принято говорить о смерти по отношению к властвующим персонам то есть предполагалось что если меня приглашает принцесса приглашение было от имени принцессы что я как нормальный человек пойду в интернет узнаю что происходит сейчас в Таиланде пойму что принцесса померла и соответственно буду себя вести а я же нет мы сейчас спешим мы же не готовимся ни к чему в результате цеременный мейстер который стоял рядом со мной а я долго упорно стояла перед большими цветами во дворце потом я не выдержала его спросила на ухо что это такое он говорит мадам это похороны ой а то мы ничего себе здесь то же самое искусство ведения переговоров это искусство подготовки к переговорам прежде всего так же как и мы должны все знать про другого партнера не только какой у него какие у него активы не только в какой компании он работает а какое семейное положение чем увлекается какое хобби где родился то что все это можно использовать чтобы сблизить дистанцию стать немножко своим а уж когда вы выезжаете в другую страну сколько я слышу жалоб приехал в казахстан не могу вообще никакой темы решить казахи они какие-то другие или приезжая в украину ничего не понимаю приезжая в прибалтику боже мой как это все на приезжая в петербург да я не понимаю что с этими питерцами с ними нужно как-то наверно совершенно по-другому ребята готовьтесь нужно все изучать нужно изучать темперамент и менталитет как принято вести переговоры как в этот бизнес заходить в том же казахстане или в киеве или в петербурге даже петербург и москва здесь очень сильно отличается москва дико активная все должно быть в темпе все должно быть конкретно и чуть-чуть цинично а в питере все медленно со всеми надо долго говорить все должно быть удивительно дежливо и никакого налета цинизма и прагматизма все почти якобы бесплатно и так медленно медленно постепенно сближать дистанцию если вы приезжаете к американцам то вы должны иметь ввиду что если в течение пяти минут вы не поразили воображение деловым предложением американцев то через пять минут он вам не интерес вы ему не интересно и он назначит скажет вы вы колю все как только вы слышите вы колю все вам никто не позвонит до свидания если же интересно то тут же будет реакция ну-ка 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 а давайте подробнее а давайте завтра встретимся это уже другая реакция если вы приедете во францию то во франции вам нужно в начале немножко выпить поговорить о том как прекрасно французская кухня потому что французы страшные гедонисты они любят то само искусство жизни и так далее ни в коем случае не предлагать провести переговоры во время святого времени обеда с 12 до двух часов ничего не может француз даже если завтра будет третья мировая он должен все равно в это время паланчевать с итальянцами вы должны прийти расфуфырены почти как индюк все должно быть красиво дорого и ярко потому что итальянцы любят красиво одетых людей а со шведами все должно быть строго скучно в сероватых тонах а уж как с японцами вести переговоры это вообще целое искусство вы должны готовиться к марафону знаете бывает вот сто метровка бывает пять километров а это вечный марафон и чем он закончится неизвестно начнете спешить япония с вами больше переговорить не изучаем вопрос а потом идем на переговоры